Самара ГИС Здравствуйте, Ирина Николаевна. Добрый вечер. Ну что же, начнем наш разговор. После Нового года средства массовой информации буквально пестрят заметками о новом законе про цифровой нотариат. Расскажите, пожалуйста, что это за закон? В конце 2019 года был принят закон номер 480, который внес изменения в основу законодательства о нотариате. Но в основной своей массе эти изменения вступают в силу в конце 2020 года. Пока сейчас, скажем так, идет к ним подготовка. Но вообще, надо сказать, что нотариат цифровой, он в принципе уже в действии. Потом, скажем, мы поговорим с вами об этом. Много действий, скажем так, уже совершается при помощи цифровой обработки материала и всего прочего. Значит, какие новшества ожидают? Скажем так, что хорошего, наверное, для нас, для клиентов, для посетителей. Но прежде всего добавляются нотариальные действия, которые могут быть выполнены в электронном виде. То есть какие это действия? В электронном виде можно будет уставить верность перевода, подать документы на принятие денег в депозит нотариуса. Исполнительная надпись может быть сделана также в электронном виде. То есть подать документы на совершение исполнительной надписи. Но, наверное, самое интересное, скажем так, то, что ожидает для, скажем так, клиентов, это то, что возможно будет уставление договора нотариусами, двумя и более нотариусами. То есть это вопрос касается чего? Допустим, отчуждение недвижимости. Когда недвижимость находится в одном месте, покупатель находится там, где недвижимость, продавцы в другом месте, либо наоборот. То есть когда речь идет о том, что продавец и покупатель не могут встретиться, скажем так, в одном месте, где находится, где объект недвижимости. То есть в данной ситуации сделка может быть совершена двумя нотариусами и более. Самое главное здесь условие, чтобы один из нотариусов находился там, где находится объект недвижимости. Как будет это происходить, я пока вам сказать, наверное, до конца не смогу. Почему? Потому что здесь будет принят ряд еще законов и положений о том, каким образом, скажем так, обращаться. Но самое главное, что необходимо отметить, то, что в данной ситуации посетители сами решают, к какому нотариусу обратиться. То есть они решают данную ситуацию сами, к кому они обращаются. Но дальше уже там порядок будет утвержден. Что касается таких действий, как внесение денег в депозит нотариуса, либо исполнительные надписи, либо верность перевода. Здесь немножко будет другая, скажем так, методика. Здесь необходимо будет обращаться с заявлением в электронном виде, подавать его на сайт в ДНП. И дальше тот нотариус, который, скажем так, будет готов к работе, будет принимать эти документы. Но тоже, скажем так, для этого готовятся дополнительные рекомендации, каким образом будет это осуществляться. Так что нас действительно ждет много изменений с конца года. Но, в принципе, у нас и сейчас работает уже цифровой интериад. Мы неоднократно говорили о том, что документы для получения, для оформления наследства, документы для оформления сделок с недвижимостью. Нотариус сам самостоятельно запрашивает. О том, что регистрация происходит нотариально, нотариальных документов в электронном виде. С 1 февраля 2019 года у нас работает обязательная передача документов по наследству для регистрации перехода права. Также по договорам купли-продажи недвижимость нотариуса имеет право оформлять и подавать документы в электронном виде. То есть как бы это уже работает во все. И мы также говорили с вами о том, что можно оформлять документы у нотариуса, переводить их в электронный вид и передавать в другой город электронным образом. То есть не послать их по почте, когда очень необходимо сделать быстро какое-либо согласие, либо, допустим, копию какого-либо документа подготовить в данной ситуации. Это, в общем-то, выход из положения. Потом это касается не только оформления каких-то копий документов в согласии. Допустим, необходимо оформить наследство. Находится наследство в другом городе. Нет возможности туда выехать. То есть можно обратиться к нотариусу там, где вы проживаете, оформить заявление и передать нотариусу в тот город или в ту местность, где открывается наследственное дело. То есть как бы поэтому нотариат в цифровой уже, в принципе, работает во все. Спасибо большое. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. 202.11.22. Телефоны в студии работают. Вы можете дозвониться и задать вопрос свой. Возможно, у вас есть своя личная ситуация, связанная с наследством, с завещанием, с брачным договором. Ирина Николаевна Богатырева, нотариус города Самара, непременно на него ответит. 202.11.22. Наша программа только началась. Поэтому время еще предостаточно. Дозванивайтесь, пожалуйста. Но и телефонный сайт нотариальной палаты Самарской области для вашей информативности также вы периодически будете видеть на своих экранах. Ирина Николаевна, пожалуйста, вот поподробнее про дистанционный порядок совершения сделок. Все-таки для чего удобства он в первую очередь организован? Естественно, для лиц, которые обращаются за нотариальными действиями. Даже когда мы с вами говорим о договорах, которые, скажем так, мы будем удостоверять, договорах о продаже недвижимости, человеку нет необходимости въехать в другой город. Это транспортные расходы. А здесь все будет решаться, скажем так, находясь на месте, где вы проживаете. Необходимо обратиться к нотариусу, обговорить все условия, скажем так. И производится, каждая сделка производится нотариусом в том городе, скажем так, где находится гражданин, обратившийся, с соблюдением всех, скажем так, требований с конодательства. Сделка подписывается нотариусом в электронной форме. То есть сделка будет в электронной форме, она будет подписана нотариусами с обеих сторон, будет отправляться также на регистрацию. Единственное, пока про порядок не расскажу до конца, потому что приниматься для этого будут отдельные документы. То есть каким образом? Но в любом случае, экземпляр, так же, как у нас в настоящее время в законе написано, о том, что количество экземпляров по количеству участников, тоже так же будет у каждого участника, будет свой экземпляр договора с подписанной в электронной подписью нотариуса, зарегистрированной в органы государственной регистрации с отметкой. Поэтому все будет замечательно. Но вы сказали такое слово «порядок». Вы сейчас не можете рассказать об ответственности нотариуса? Нет, ответственность не меняется. Вот, об этом, пожалуйста. Здесь какая ответственность нотариуса была, что он отвечает за свои действия, несет ответственность за правильное совершение, за правильное удостоверение, какой-либо сделки. Она сохраняется, ничего не меняется в данной ситуации. Я не имею в виду про порядок какой. То есть непосредственно куда обратились, какое заявление подавать надо, то есть какие документы. Непосредственно уже сам порядок, который необходимо будет, скажем так, соблюдать при совершении этого действия. По поводу тарифа, тариф тоже также будет установлен для такого действия. Ирина Николаевна, что такое удаленный формат совершения нотариальных действий? И все ли нотариальные действия могут совершаться и будут совершаться удаленно? Нет, как я уже вначале сказала, такие действия, все действия не могут быть совершенно нотариальными. Удаленным образом это однозначно. То есть удаленно можно будет что сделать? Уставить верность перевода, исполнительную надпись нотариуса, скажем так, обратиться за передачей денежных средств на депозит нотариуса. Вот это можно будет сделать удаленным доступом. То есть в данной ситуации, я уже сказала, будет порядок каков. Необходимо будет обращаться к гражданину на сайт федеральной нотариальной палаты, подавать заявление, подписывать электронную подпись, оно будет поступать уже на федеральную палату. Дальше будет нотариус принимать, который будет свободен, будет принимать и выполнять данные нотариальные действия. То есть если мы с вами говорим об удаленном действии, об удостоверении сделки с недвижимостью, то здесь выбирает нотариус сам гражданин, который удостоверяет сделку. Если мы с вами говорим об удаленном доступе, то здесь гражданин не выбирает нотариуса, он обращается именно с документами на сайт ФНП. Как сейчас у нас работает реестр уведомления о залогах недвижимого имущества, когда банки подают документы в электронном виде, то есть в этот реестр, и нотариус, который работает с электронными документами, то есть он получает из базы и дальше обрабатывая их, совершает данное действие. То же самое будет происходить здесь. В данной ситуации уже посетитель не будет выбирать нотариуса при этих действиях. Но, естественно, такие действия, как доверенность, завещание, удаленным образом совершить будет нельзя. Нельзя, только в личном присутствии нотариуса. То есть там, где требуется проверка личности, дееспособности, такое нотариальное действие, естественно, удаленно совершить нельзя. Ирина Николаевна, а вот в чем смысл передачи на хранение электронных документов? Вот это может также сделать любой гражданин? Ведь дело в том, что у нотариуса есть такое действие нотариальное, как принятие на хранение документов. То есть в бумажном виде можно сдать документы на хранение нотариуса. К сожалению, данное нотариальное действие не очень востребовано. Конечно, обращаются, но не настолько, наверное, часто, как и другие-другие нотариальные действия. Но так как у нас документы есть как на бумажном носителе, так теперь в электронном виде, то здесь то же самое. То есть если необходимо сдать документы на хранение в электронном виде, то можно обратиться и сдать документы на хранение. То есть это могут быть абсолютно любые документы, либо это документы, которые оформляете вы? То есть там завещание, договоры? Нет, нет, это может быть любой документ. А в чем смысл передачи на хранение нотариуса или положить в ту же банковскую ячейку? Но ведь человек, допустим, заботится о сохранности своих документов. Он может сделать таким образом, положить их в ячейку, положить их нотариусу в несколько мест, где она будет более сохранна. Тем более, что это электронный документ. Поэтому здесь, наверное, можно различные шаги предпринять. Поэтому здесь выбирает уже гражданин, куда ему обратиться. Спасибо. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что это прямой эфир программы «Территория права». 202.11.22. Телефоны. Работают ли они? Свободно дозванивайте. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Ну, а мы продолжаем говорить о новшествах нотариата. Совершать удаленные и дистанционные действия будут все нотариусы? Все нотариусы. Или есть все-таки специализация? Нет, нет. Здесь нет специализации. Нотариусы совершают нотариальные действия все. Любой нотариус может любить нотариальные действия. Как сейчас совершаются все нотариальные действия. Нет какой-либо специализации. Так и в дальнейшем, когда будут электронные документы, которые есть и сейчас, никаких не будет ограничений абсолютно. Ирина Николаевна, вот вам, как нотариусу, в каких случаях удобно использовать нотариальные документы вот именно в электронной форме? Ну, и также гражданам, конечно. Ну, в принципе, этот документ нормально оформлен. Если он требуется, им всегда удобно пользоваться. Допустим, я уже говорила, когда есть необходимость оформления, допустим, того же наследства, необходимо запросить документы о рождении, там, либо о смерти подтвердить. Нотариус обращается с запросом, получает ответы. То есть все это, скажем так, ускоряет время. Нет необходимости обращаться к наследникам куда-либо. То же самое, когда касается каких-либо сделок с недвижимостью. Нотариус запрашивает документы. Если, скажем так, необходимо истребовать согласие, то согласие можно сделать так же быстро в другом городе, отправить его нотариусу. То есть здесь, мне кажется, это удобно всем и нотариусам, и гражданам, которые обращаются. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, одно ли это тоже, когда человек приходит к вам с электронным носителем, с флешкой, жесткий диск, неважно. И там весь перечень документов хранится. Вы смотрите, но потом при оформлении вы наверняка требуете оригинал. Вот это одно ли это тоже, либо нет? Нет, нет. Давайте мы с вами все-таки разграничим документы электронные и вы говорите на флешке. Во-первых, на флешке нотариус принимать документы, к сожалению, не может. Так как у нотариуса есть специальная система, которая не допускает для того, чтобы подключать какие-либо другие, вставлять какие-либо другие документы. Поэтому если это электронный носитель, он поступает на почту нотариуса обязательно. Далее, электронный документ должен содержать все что? Обязательно подпись электронную. И, скажем так, не просто подпись, а должна быть подпись квалифицированная. В настоящее время мы принимаем документы от нотариусов, которые, скажем так, имеют подпись, а мы все имеем такую подпись. Естественно, нотариус данный документ раскрывает, то есть надо понимать, что электронный документ это не ксерокопия какая-либо, не сканированная документ, который нам принесли, не скан документа. Это документ, который именно называется документом. Почему он так называется? Потому что он удостоверен каким нотариусом, другим, он имеет надпись, электронную подпись, которая заверяет данный документ. Только такой документ может истребоваться обязательно. Спасибо. Вот все-таки, как вы считаете, цифровизация данных, удаленные действия, вот не будет ли это способствовать увеличению мошеннических действий, к примеру? Я думаю, что не будет. Наоборот, в данной ситуации, это проверка, скажем так, ведь нотариус, когда принимает какой-либо документ, он его проверяет, то есть он не может принять документ, взять его, как он сказал, сканированный, и приложить его к чему-либо, правильно? Он проверяет электронную подпись. Тем более, как я уже говорила, то, что закон новый приняли, помимо, скажем так, изменений, которые я говорила о нотариальных действиях, будет еще устанавливаться штрих-код на документе, нотариус будет еще дополнительно, скажем так, иметь проверку. Поэтому я не думаю, что это повлечет какое-то за собой. Тем более мы говорим о документах, которые подписываются к электронной подписью нотариуса, а не просто любого гражданину. Ирина Николаевна, вот коснутся ли цифровые новшества оформления наследства? Ну, если говорить об удаленном, именно как мы говорим о сделках, там, нотариус в одном городе, в другом городе, конечно, здесь такого быть не может, так как наследство открывается там, где проживает, где проживал наследодатель. Но, как я уже говорила, в данной ситуации тоже работает сравненный триад. То есть уже сейчас это можно делать, так уже делают. Когда наследник проживает в другом городе, он может обратиться к нотариусу того города, где он проживает, оформить там заявление о принятии наследства, копии за свидетельство для оформления наследства. И тот нотариус передаст нотариусу в город, где оформляется наследство, данные документы. То есть нет необходимости, естественно, приезжать. Далее нотариус, который ведет наследственное дело, запрашивает необходимые документы, оформляет наследство и может тоже так же отправить свидетельство о праве наследства электронным образом наследнику в другой город. Вот если от него поступит заявление, чтобы ему выставили электронный документ, либо электронный документ, либо нотариус переведет его на бумажный носитель и отправит ему бумажный носитель. Потому что ведь нотариус, когда оформляет наследство, дает свидетельство о праве наследства, допустим, на недвижимое имущество, он отправляет обязательно документы на государственную регистрацию в Росреестр. Он получает также электронный документ. Данный документ электронный можно отправить наследнику в другой город, даже не переводя его в бумажный. и наследник уже в другом городе может обратить к нотариусу с данными файлами и, скажем так, открыть, перевести из бумажного вида в бумажный вид и воспользоваться этим документом. Очень удобно. Поэтому, в принципе, это уже работает. Наверное, может быть, не всегда это востребовано, но, тем не менее, мы объясняем, и такие обращения уже есть. Это, в общем-то, очень удобно для наследников. Но, к сожалению, наверное, с регистрацией иногда приходится объяснять. Не все соглашаются, скажем так, с тем, что необходимо регистрировать. Но дело в том, что нотариус это выполняет в силу закона. То есть у нас в законе написано однозначно, что нотариус в день оформления наследства обязан же в этот день передать документы на государственную регистрацию права. Ну, а дальше, если наследник не оплачивает, это, естественно, право не регистрируется. Но нотариус все равно это в любом случае отправляет. Ирина Николаевна, но все-таки если отойти от закона про цифровой нотариат, какие еще новшества можете сказать, рассказать, вернее, нашим уважаемым телезрителям? Вот, к примеру, это же ведь тоже новшество, совместное завещание супругов? Да, с августа 2019 года у нас появилось, скажем так, два новых нотариальных действия. Это совместное завещание супругов и наследственный договор. Это нотариальные действия. Но если мы с вами, допустим, говорим о совместном завещании, то у нас первое новшество появилось в том, что можно оформлять завещание в присутствии другого супруга. Было такое, оно вступило немножко раньше. Но это немножко другое. А это совместное завещание супругов. Значит, о чем, говорим, именно подчеркиваю, что именно совместное завещание супругов. То есть если брак расторгается, то, естественно, такое завещание уже будет недействительным. Либо прекращается, либо, если он признается недействительным, то такое завещание уже, естественно, недействительным. То есть расторжение брака автоматически расторгает действие совместного завещания. То есть в чем здесь, скажем так, положительный момент данного документа? Супруги составляют одно завещание. В этом завещании они могут оговорить, какое имущество, кому переходит, скажем так, после кого, кому из детей. Допустим, особенно это касается тех, когда вторые браки, там разные дети и все прочее. Допустим, в этом завещании супруги оговаривают, что такое-то имущество переходит после смерти супруга сразу, допустим, сыну, после смерти супруги дочери такой-то. Ну, какое имущество, естественно, расписывают. Но здесь необходимо что отметить? Что право на обязательную долю, оно также сохраняется. То есть в любом случае, как мы уже говорили, право на обязательную долю, это то, что ограничивает любое завещание. Поэтому если второй супруг имеет право на обязательную долю и захочет, он все равно будет его выделять. Вот, ну, в принципе, положительный документ, но в нем есть, скажем так, и отрицательные моменты. Какие? Почему оно пока не получилось, скажем так, широкое распространение, совместное завещание? То, что отменить завещание может любой из супругов в любое время. Даже не будучи в состоянии расторжения брака. Да, да, да. И, скажем так, человек составил завещание, думает о том, что завещание как бы оно есть, но в данной ситуации второй супруг может прийти и отменить завещание. Без обязательного уведомления даже? Нет, нотариус потом обязан будет, естественно, уведомить супруга второго о том, что данное завещание... То есть какое-то короткое время, да? Да, да, да. То есть в любом случае там есть такое условие. Поэтому вот это вот, скажем так, сразу данное нотариальное действие ставит уже, как бы, таким интересным, как оно изначально должно было быть. Вот. Но, в принципе, для людей, которые, скажем так, честные, порядочные, не мошенники, не аферисты, для добросовестных людей, в принципе, это нормальный, хороший документ, совместное завещание для супругов. Наследственный договор. Елена Николаевна, прошу прощения, вот сразу такой вопрос. А в чем отличие совместного завещания супругов от завещаний, которые они бы составили по отдельности? Объясняю. Значит, смотрите. У нас есть с вами совместная собственность супругов, да? Да. То есть, допустим, какое-либо имущество они приобрели в совместной собственности. Соответственно, при оформлении наследства, независимо от того, написано завещание или не написано, оформляется право собственности второму супругу, который, скажем так, переживает. А вторая половинка уходит уже в наследство по завещанию. Когда мы говорим о совместном завещании, то здесь супруги могут как раз именно и определить, то есть здесь содержится как бы элемент брачного договора. То есть они могут определить, но это работает только на случай смерти. На случай смерти наследства. Какое имущество входит в состав наследства. Допустим, они приобрели в период брака, да? Я для примера скажу, да? Приобрели там транспортные средства, какие-то объекты недвижимости, ну, допустим, земельный участок. И все это в период брака. Соответственно, это является совместным имуществом. Они в совместном завещании могут указать о том, что они пришли к соглашению о том, что в случае смерти супруга такое-то имущество переходит, значит, там, такому-то, такому-то. То есть не без выдела супружеской доли, а, допустим, там, транспортное средство переходит, там, ну, другому ребенку. Вот. В данной ситуации будет работать только право на обязательную долю, а уже право собственно супруга, кого выделяться, не будет. Все ясно. То есть вот в этом, скажем так, разница большая и, в принципе, нормальная норма. То, что касается наследственного договора. Наследственного договора могут заключать как супруги с третьим лицом, с кем-то, так и какой-то гражданин любой. Ирина Николаевна, продолжим. Примем звоночек. Конечно, да. Да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Говорите, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. У меня два вопроса. Пожалуйста. У меня в свидетельстве указан старый паспорт. В свидетельстве каком? О государственной регистрации права. Да, он, мне вот менять его или как? Менять ваше свидетельство не нужно, так как ваше право зарегистрировано. И это не является причиной для того, чтобы менять вам свидетельство о государственной регистрации права. Ваши данные там есть. Поэтому там есть СНИЛС указан, ваша дата рождения. Поэтому менять паспортные данные, обращаться до этого в Росреестр нет необходимости. Спасибо. Вопрос второй. Вы с нами? Алло. Если у вас остался еще один вопрос, вы его не задали, дозванивайтесь, пожалуйста, 202-11-22. Мы обязательно вопросы ваши примем. Ну, а на них сегодня отвечает Ирина Николаевна Богатыревна, нотариус города Самары. Алло, здравствуйте. Говорите? Нет звонка? Дозванивайтесь, пожалуйста. И мы продолжаем наш эфир. Если мы с вами говорим о наследственном договоре, то у наследодателя можно заключить такой договор с любым из лиц, кто может призываться к наследованию. То есть это может быть как число родственников, так и посторонний человек, на кого желали писать завещание. В этом договоре есть элементы дарения, есть элементы пожизненного содержания с сожделением. То есть, допустим, тоже так же можно указать. Допустим, если заключается договор между наследодателем и наследником предполагаемым, то в этом договоре можно указать, какое имущество переходит по наследству, какие, скажем так, действия должен наследник выполнить. То есть, допустим, указываются какие-либо там дирижные средства, либо оплата коммунальных платежей. Это элементы именно ренты здесь можно указать. И получается таким образом, что по данному договору имущество не переходит в собственность наследника, оно остается наследодателем. Но, скажем так, он получает в то же время, скажем так, за собой уход, там еще что-то. Договор может заключаться, допустим, в пользу третьего лица. То есть, если он заключается с каким-либо из наследников, ну, давайте вопрос. Да, докончите фразы, Николай. То в данной ситуации можно заключить договор в пользу третьего лица, допустим, в пользу супруги. То есть, так называемый завещательный отказ, когда мы говорим, когда мы завещаем, допустим, кому-то имущество, но возлагаем на него обязанность что-либо сделать. Какие-либо действия в пользу третьего лица. Так называемый завещательный отказ тоже можно предусмотреть в наследственном договоре. Спасибо. Есть звонок, Алла, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Здравствуйте. У меня второй вопрос. В моем свидетельстве о государственной регистрации права, вот в сцене указано ограничение правопользуемой жилым помещением. Так. Ему было на то время 10 лет. Сейчас ему 30. Вот это ограничение. Но он у вас проживает в квартире? Он проживает в квартире? Он прописан, зарегистрирован в квартире у вас? Да, прописан. Ну, поэтому за ним право такое сохраняется. Проживает. Если, скажем так, когда вы регистрировали с собой право, за ним зарегистрировали право пользования, ограничение в его пользу. Поэтому такое право за ним сохраняется до тех пор, пока он не снимет сенсионного учета и не напишет заявление, что ему не требуется больше проживать в вашей квартире. То есть это его право. Ему предоставили право пользования и проживания. Оно сохраняется за ним до тех пор, пока он сам не откажется от этого права. Но это какие-то ограничения в продажу вносят, к примеру? В данной ситуации он должен был подать заявление на снятие ограничений в его пользу, о том, что он больше не нуждается, скажем так, в таких ограничениях в его пользу. Они просто снимаются по его заявлению. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, дозванивайтесь к нам в программу «Территория права». 202-11-22. Телефоны в студии. Ирина Николаевна, переходим к вопросам от телезрителей. Давайте я закончу. Добавим буквально два слова про наследственный договор. А то мы закончили на хорошей ноте. Значит, чем хороший договор? Я сказала, что там возможно описать и помощь, скажем так, материальную, и в пользу третьего лица, какие-либо там действия выполнять. Значит, какие минусы? Тоже так же, наследодатель, во-первых, может заключить такой договор еще с кем-нибудь, не ставя в известность другого наследника, скажем так, если он окажется недобросовестным. Дальше он может отменить наследственный договор. Но в случае отмены наследственного договора, в данной ситуации, если была оказана какая-то материальная помощь, оказывалась регулярно, то наследодатель должен возместить те материальные потери, которые, скажем так, понес будущий наследник. В этом как бы тоже есть минусы. Ну, а это нужно еще и доказать, да? Ну, естественно, если бы мы внесли в договор условия о каких-либо материальных, скажем так, там, поощрениях, помощи, ежемесячно, или еще какая-либо естественно, да, там... Я имею в виду, что должна быть какая-то отчетность. Ну, естественно, да. Звоночек есть? Мы принимаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли совместное завещание оформить на дому? Спасибо. Вопрос хороший. Документ на дому оформить можно. Если, скажем так, кто-то из супругов болен и не может, не имеет возможности обратиться к нотариусу, конечно, вы вызываете нотариуса и оформляете совместное завещание на дому. Если, скажем так, возможно, если вы приехали в нотариальную контору, вы обращаетесь в нотариальную контору. Это происходит в общем порядке? В общем порядке, да. А к любому нотариусу? К любому нотариусу. Ну, желательно уже близлежащему, так как все-таки ехать только в конце города будет тяжело. А так близлежащему нотариусу обращаются, вызывают нотариуса. И составляют. И составляют. Да, да, да. Спасибо, Ирина Николаевна. Вот Людмила Степанова спрашивает. Сколько времени с даты смерти владельца имущества можно не вступать в наследство? И как нужно платить налог на землю с момента смерти или с момента вступления в наследство? Здесь, знаете, когда такой вопрос слышишь, всегда хочется спросить, что значит не вступать в наследство? Если заявление подается в нотариальную контору, то есть человек уже совершил действие по принятию наследства. В соответствии с законом он стал наследником, собственником имущества с момента принятия наследства. Поэтому, по идее, на него все налоги ложатся с момента принятия. А уж когда он получит само свидетельство о праве наследства, скажем так, это его право. То есть получить свидетельство может в любое время. Но наследство он уже принял, он уже собственник. Спасибо. Есть звонок, Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. У меня такой вопрос. Как можно вызвать нотариуса на дом для оформления дарственной? Спасибо. И сколько это будет стоить? Спасибо. Поняли ваш вопрос, Ирина Николаевна? Пожалуйста, возьмите документы дарителя, одаряемого, документы на имущество, которые вы собираетесь дарить, и обратитесь к величайшему нотариусу с заявлением о том, что вы желаете оформить на дому, что вы вызываете нотариус на дом для оформления такого документа. Вам дальше все объяснят. Здесь единственное, надо подниматься, о чем идет речь. Если речь идет о целой квартире дарения, там либо доле, потому что там сделка может быть обязательно нотариальная, может быть не обязательно нотариальная. Но в любом случае вы обращаетесь с документами к нотариусу, то есть паспорта, документы на имущество, и оформляете вызов на дом. Вам назначают время, и в это время к вам приезжает нотариус для того, чтобы с вами побеседовать, выяснить волю дарителя, одаряемого, и потом уже речь идет об удовлетворении сделки. А какая пошла у нас здесь в данной ситуации? Здесь речь идет о том, что будет оформляться, какая сделка. То есть дарится ли будет доля, либо будет дариться целиком имущество. И плюс 3 тысячи за вызов нотариуса. Ну, здесь нужно понимать, наверное, самим необходимость вызова нотариуса на дом. Если, как говорится, живы и здоровы, то почему бы не приезжать в самостоятельную контору? Ну, в принципе, выезжаем к больным, конечно. То есть просто так выехать к кому-нибудь, то есть Наталья выезжает в рабочее же время, соответственно, есть другие клиенты, которые также ждут очереди, чтобы для того, чтобы оформить нотариальное действие. Поэтому, конечно, если есть возможность обратиться в нотариальную контору, лучше это сделать самим. Тем более, что можно же обратиться сначала к кому-то одному, записаться на определенное время, в это время подойти для того, чтобы оформить документ, чтобы не ждать там, а уже прийти к назначенному времени. Ну что же, спасибо большое, Ирина Николаевна. Наше время подошло к концу. Я благодарю всех участников нашего телевизионного процесса, можно так сказать, нашей программы «Территория права». Смотрите и следите за нашими анонсами, и, конечно же, дозванивайтесь в программу. Ну а сегодня на ваши вопросы отвечала нотариус города Самара Ирина Николаевна Богатырева. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»